Всем привет! Меня зовут Богданова Татьяна. Я занимаюсь программами иммиграции в США, образовательными программами. Со мной рядом сидит Алексей Марченко, который как раз приехал на учебу в Америку, в университет Хьюоргуан, здесь у нас в Силиконовой долине. Мы как раз сидим на веранде, которая как раз находится в самом сердце Силиконовой долины, в городе Сан-Матео. Алексей, привет! Я хотела бы тебя спросить, во-первых, как ты нашел нашу компанию, почему именно ты обратился к нам непосредственно ко мне, я с тобой работала. Что ты можешь об этом сказать? Вообще, идея переехать в США у меня появилась давно, потому что, как для программиста, Силиконовая долина – это самое правильное место для того, чтобы строить свою карьеру. Первое, что я сделал в направлении переезда в США, это довел английский до того уровня, чтобы можно было вообще о чем-то говорить. Я закончил два года назад университет МИРА в Москве и получил два красных диплома. Один в области программного обеспечения, то, что называется Computer Science, и второй, можно тоже назвать дипломом, в качестве переводчика английского языка. Формально называется переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Закончил институт, и вот тогда мне казалось, что вот прямо сразу меня и возьмут здесь на работу. И тут пришло понимание, что это не так просто. Случайно нашел в интернете какое-то видео, на каком-то форуме, в котором давались какие-то советы, как найти работу в США. Позже оказалось, что форум был говорим про US, а видео – это видео Михаила Портнова на канале Silicon Valley Voice. И очень информативное, очень полезное видео. Я подписался на этот канал, и на этом же канале нашел, как бы, было видео Татьяны Богдановой, в котором она рассказывала про различные варианты переезда в США, в том числе образование, рабочую визу, стажировки. В тот сезон мне не удалось получить стажерскую визу, потому что начались проблемы с визами J-1. Позже я попытался получить H1B, могу более подробные видео на эту тему сделать, как искать работу. Но мне не удалось, потому что были различные компании, которые, в принципе, готовы были мне эту визу сделать, но в последний момент оказалось, что вот именно с этого года Moistech технологий уже им не нужен, вот конкретно этим компаниям. И поэтому я для себя нашел очень хороший вариант. И благодаря этому варианту я сейчас в Америке. Вариант заключается в следующем. Поступить в относительно недорогой, можно даже сказать, очень недорогой университет в Силиконовой долине, Херган-Юниверсити. Образование здесь, полный двухгодичный курс, стоит в районе 13 тысяч долларов. И уже через 4 месяца они дают временное разрешение на работу, CPT. А я хотела бы от тебя добавить, что все, наверное, знают, что магистратура в Америке стоит достаточно дорого. Если мы говорим о хороших, престижных университетах, это минимальная цена где-то 30 тысяч долларов за один учебный год. Эта цена может быть до 100 тысяч долларов и выше, до 120, например, в самых топовых, престижных вузах. И, естественно, требования для поступления тоже очень высокие. Если мы говорим о тех людях, которые уже имеют образование и хороший опыт работы, и которые могут сами самостоятельно найти работу в США, то, конечно, им нужен какой-то путь. И, например, университет Херган, пусть о нем никто не знает, он совсем дешевый, но мы этот университет, естественно, используем для того, чтобы у людей была возможность официально, легально работать. И со второго семестра можно получить разрешение на работу, которое называется CPT, Curriculum Practical Training. В переводе с английского это означает, что человек имеет возможность работать в той сфере, в которой он получает свое образование. Работать можно один год. Поэтому Алексей, так как он уже программист, он выбрал себе эту программу, что для него является первым этапом на пути к рабочей визе H1B. Правильно, Алексей? Да, конечно. Теперь я хотела бы тебя спросить, как ты поступил в университет, потому что поступить на магистратуру тоже не так просто. Во-первых, изначально в этот университет не требовалось практически никаких сдач тестов, либо чего-то еще. Процесс поступления был очень легкий. Потом в последнее время они ужесточили свои правила, так как они находятся в процессе получения аккредитации, и потребовали всех студентов сдавать тесты. Алексей узнал об этом, по-моему, в самый последний момент, когда мы уже начали процесс подготовки документов, и потом правила изменились, мне пришлось его уведомить. Поэтому у него были очень сжатые сроки для подготовки к тесту практически несколько месяцев. Я знаю, что ты знал английский до того. Момент поступления у меня уже был advanced level, но на самом деле о тесте TOEFL, о том, что его надо сдавать, я узнал практически за три недели до того момента, как я его сдал, потому что сроки были реально очень сжатые, и подготовиться, в принципе, за три месяца, не имея advanced level, очень сложно, да и даже имея его, учитывая специфику теста TOEFL, довольно проблематично. В чем специфика этого самого теста TOEFL? Первое, что тест TOEFL больше проверяет не только знание английского языка, но и знание самого теста TOEFL, то есть в каком формате требуется выполнять то или иное задание. Если человек не знает, с какой стороны подойти к этому заданию и будет тратить время в момент самого теста на чтение directions, как выполнять задание, либо он не знает какие-то особенности формата, ну, например, если мы говорим о independent writing section, который я сдал на максимальный балл, то если бы я не знал о том, в каком формате это эссе должно быть, если не следовать этим правилам, которые, в принципе, можно найти, то даже не стоит удивляться, почему с хорошим английским можно получить практически минимальный балл. То есть очень специфичный тест. Кроме того, vocabulary, словарь, лексика, на этом тесте очень тоже довольно специфичная. Это не та лексика, которую мы используем даже в английском языке в повседневной жизни. Это очень такой искусственный academic vocabulary, college vocabulary, который даже некоторые носители языка-то не очень знают. То есть можно там найти такие слова, которые носитель языка полезет в какой-нибудь там словарь, чтобы подсмотреть, а что это вообще значит. В связи с этим я выбрал путь наиболее безопасный и наиболее эффективный, на мой взгляд, для себя. Я нашел курсы в Москве. Они довольно-таки недорогие, стоят в районе 15 тысяч рублей. И на этих курсах, при том, что уже имеется advanced level of English, готовят ровно по заданиям, которые вы встретите в тесте TOEFL. По всем возможным заданиям, из какой страны к ним подходить, как их выполнять. Доводят это дело до автоматизма. Я думаю, если вы напишите 25 эссе, то 26 эссе на самом тесте TOEFL вам дастся довольно-таки легко. Еще не удивляйтесь, что speaking section очень оригинальная там, так как одним из критериев является уложиться в отведенное время. И плюс-минус 2 секунды могут вам стоить там 1, а то и 2 баллов. Если вы не уместили ваш монолог в отведенное время и еще не уместили conclusion sentence в конце, тоже определенной длины. На самом деле это для меня было довольно одной из самых сложных секций при подготовке, потому что уместить какую-то абстрактную тему в отведенное время довольно-таки сложно. Я вообще собираюсь сделать отдельное видео на тему того, как и с помощью каких пособий готовиться к тесту TOEFL. И оно будет позже выложено как ссылка вот под этим самым видео. А я от себя хотела бы добавить, что Алексей изучал, по-моему, 2 года усиленно английский язык. Каждый день по 4 часа я знаю, да, что у вас в университете можно было взять такую программу. У него второй диплом, диплом переводчика в сфере профессиональной коммуникации. Да, еще хотела бы сказать, что очень много клиентов, которые обращаются по поводу образовательных программ в США, некоторые переоценивают свои силы в знании английского языка. И поэтому я рекомендую всем брать курсы подготовки к TOEFL или хотя бы готовиться самостоятельно. Алексей в своем отдельном видео, наверное, сделает какие-то именно ссылки на какие-то материалы, которые можно использовать при самостоятельной подготовке. Но хотя бы один месяц все-таки надо взять, потому что тест TOEFL специфичный. И даже если вы очень хорошо знаете английский язык, то не переоценивайте свои силы. Я не знаю, лучше перестраховаться, взять подготовку к тесту TOEFL, чтобы потом успешно сдать и набрать нужный балл, который проходной в какое-либо учебное заведение. Ну, как бы с тестами мы закончили. Теперь бы я хотела узнать поподробнее про то, какие планы у Алексея. Потому что он уже начал учиться, у него уже начались занятия, как я знаю, правильно, да? Занятия идут совсем редко, скажем так. Буквально три раза в месяц, по-моему, да? Или только на выходные? То, что в русских университетах называется одна пара, здесь две пары. Это вот такой блок подряд идет. Вот три блока с 9 утра до половины 9 вечера. На самом деле преподаватели, конечно, опаздывают. Где-то пары меняют, поэтому эти блоки сильно ужимаются по времени. Ну, собственно, кстати, то же самое происходит и в русских университетах. Это я никого не удивляю тем, что преподаватели опаздывают. Но в связи с тем, что я живу вот здесь практически в пяти минутах на велосипеде от университета, они мне попросили приходить шесть дней в месяц и разбили мой класс на шесть дней. Таким образом, один класс у меня идет три дня в неделю и другие три дня в неделю, два других класса. Леш, вопрос. Извините, три дня в месяц. А преподаватели, то, что преподают, это вообще имеет смысл? Интересное занятие, нужное, это информация, которую они преподают. Что ты можешь сказать по поводу той учебной программы? По поводу учебной программы. С точки зрения названия предметов, да, конечно, это очень нужно. Но, с другой стороны, если вы поступаете в этот университет, то вы уже должны рассчитывать, что все вы это знаете, вас там ничему не научат. И у преподавателей у самих иногда проблема с языком. Очень чувствуется, что они lack of vocabulary иногда и не знают, как выразить свои мысли. Смысл этого университета не в том, чтобы получить какое-то заоблачное образование и потом с помощью этого образования искать работу, а в том, чтобы через четыре месяца получить разрешение на работу. И, как я предполагаю, тот человек, который должен рассматривать для себя этот университет, уже все это должен знать. Он уже должен иметь какой-то опыт. У меня вот четыре года оплачиваемого опыта, а если брать, включая неоплачиваемые, все восемь лет опыта работы. То есть я начал программировать с девятого класса, работал с кучей разных языков программирования, там штук 5-7 уже получается, с которыми работал. Сейчас активно работаю с C-Sharp, с C-Sharp-овским стеком технологий, веб-разработкой, десктоп-разработкой. Таким образом, вы должны понимать, что вам там в этом университете ничему особо не научат. А если человек, студент, например, у него нет опыта работы, но он все-таки хочет поступить в университет Херга, но точно так же пытаться найти работу в Силиконовой долине, как ты оцениваешь шансы таких студентов? Ну, во-первых, он поступить сможет. И таких вот, кроме меня, большинство студентов, там люди из Индии, которые, некоторым из них я помогаю создавать папки на рабочем столе. Иногда возникают сложности с созданием папки на рабочем столе. То есть это так, чтобы представлять уровень других людей, которые там находятся. И они все реально рассчитывают получить рабочую визу. Возможно, даже кому-то им удастся там через каких-то родственников. То есть это какой-то такой сильно обходной, нестандартный вариант получения рабочей визы. Но если вы до момента поступления не знаете вообще, о чем идет речь, то, во-первых, вы просто не поймете, что о чем говорят в ходе занятий, там не будут вам разжевывать материал, цель этих классов, чисто формальное, что одни делают вид, что учат, другие делают вид, что учатся и как бы ждут свое разрешение на работу. В любом случае, даже если вы поступите, даже если у вас никакого опыта работы нет и вы пришли на CPT, то вас будут учить как раз вот эта стажировка, по сути дела, CPT, Curriculum Practical Training, при том, что у вас никакого опыта работы нет. Вас там попробуют чему-то научить на месте, так сказать, у станка. И я думаю, то, чему вы там научитесь, уже будет более важным, более ценным для вас, чем формальные вот эти классы в университете. Другое дело, что в таком случае виза H1B, она не дана для интернов, она и не дана для джуниоров. Вы вряд ли сможете рассчитывать в первый, во второй год на H1B. Ну, другое дело, если вы, конечно, гениальный специалист и прямо имеете гениальные возможности к обучению, то, возможно, по окончанию университета, когда у вас будет Optional Practical Training на один год, вот тогда, возможно, у вас будут какие-то очень мутные шансы на получение рабочей визы. Все-таки этот университет рассчитан на то, что у вас уже есть какой-то Professional Background из вашей Home Country. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!